ребята всем здорово получил посылку здесь по ощупь тоже кое-что для моего чипу станка не то что кое-что инструмент а вот какой инструмент сейчас уже интересно будет посмотреть опять же взял вот этой вот фирмы я понакуплял себе но были же купоны надо было суетиться по накуплял себе огромное огромное количество прошлые у меня были белого цвета а эти они уже покрыты каким-то карбидом титания или еще чем-то говорят что но не говорят пишут что они меньше тупятся чем те здесь диаметр от 0 3 до 1 и 2 миллиметр сверла твердосплавные они очень и очень нежные особенно маленьких диаметров и поэтому сверлить ими нужно очень и очень осторожно до 1 и 2 вот она и вот это наверное будет один-то один и ноль а это 1 и 1 при сверлении печатных плат самые ходовые отверстия это 0 8 миллиметров под все под резисторы под многие диоды один миллиметр это уже под более но есть диоды с более толстыми выводами и 1 и 2 миллиметра это уже под проводом я сверлю либо под выводы кренок либо других компонентов в корпусе этого 220 вот три сверла которые нужны я 0 8 миллиметра 1 миллиметр себе заказал по 10 штук даже такие наборы где 10 штук но они были белые и вот мне интересно вот эти вот желтые насколько они прям износостойкий как говорят и такие ли они вообще износостойкие а вот эти вот 0 9 1 0 5 0 6 я заказал знаете так чтобы был набор ну и пусть будут может быть когда-нибудь нужно будет что-то что-то рядышком а у меня не будет сверла и тут взял раз и просверлил по моему удобно сейчас попробуем сверлить но опять же два-три отверстия если ты просверлишь даже теми твердославными белыми отлично они не тупятся отверстия на выходе ровные стружку всю срезает очень классно и ну не увижу я разницы если я буду вот этими желтыми хотя сейчас просверлил пару отверстий на 1 и 2 не посмотрю будет ли она и стираться или нет и и и и и и Продолжение следует... Просверлил примерно 50-60 отверстий диаметром 1,2 мм, и тут около десятка отверстий маленьких, это диаметр 0,5 мм. Сверло не сломал, все отлично, но эти, честно говоря, когда сверлил, даже затаивал дыхание, чтобы не дышать. Очень интересная получается стружка, такая как спиралька. Ну и с обратной стороны видно, что выход отверстий ровный, чистый, то есть нет такого, что первые 10-15 отверстий чистые, а дальше уже начинается ерунда. Нет, отлично сверлит, все просто-просто классно. На сверле 0,5, конечно же, вы ничего увидеть, наверное, не сможете, потому что увеличение недостаточно большое, чтобы вам хоть что-то показать. Но вроде самый кончик, то есть режущие кромки еще желтые, то есть они не стерлись, вот это покрытие, по крайней мере, не стерлось. Ставлю его обратно, а то даже дышать на него боюсь, насколько он тонкий. Ну а здесь уже будет заметно лучше, потому что сверло диаметром 1,2 мм. Обратите внимание, что вот это желтое покрытие, вот этого титана, оно нанесено только на рабочие кромки, а хвостовик, он без покрытия. Кстати, одно из сверел, вот это 0,7, оно ржавое. Ну как ржавое, небольшие следы ржавчины есть, хотя остальные идеальные. Ну и точно так же режущие кромки желтые, то есть вот это вот покрытие, оно пока еще не стерлось. Ну пока, судя по нескольким десяткам отверстий, хорошие, качественные сверла, но точно такие же у меня были и обычные белые, не покрытые вот этой желтой штукой. Я не знаю, что эта желтая штука вообще дает, и дает ли она вообще что-то, потому что даже обычные белые, вот эти твердосплавные, они настолько хорошо держат заточку, что раньше ты их просто ломаешь. Наверное, когда где-то в промышленности они там сверлят по сотне тысяч отверстий в день, наверное, там будет видно, что с этим покрытием там сверла живут, скажем, на 20% дольше. А у нас они живут не до износа, у нас они живут до удара, до поломки, до... Не так там что-то с плату подержал, подделал, но хруп, потому что они очень-очень хрупкие. Поэтому они и твердые, за счет этого они и держат заточку, но за счет этой хрупкости, за счет этой твердости есть побочный эффект, это хрупкость. Поэтому, если вы сверлите с руки, там, дрелькой маленькой, то я не думаю, что хороший вариант покупать такие твердосплавные сверла. А если у вас есть небольшой станочек, например, как у меня, то твердосплавные сверла это очень даже неплохой вариант. Рекомендую, ссылки будут в описании под видео. Пока, крепко тебе здоровья и не болей! Надеюсь, что из данного видео ты вынес для себя что-то полезное, и поэтому не забудь поделиться данным видео со своими друзьями, поставить жирный лайк, это очень поможет каналу в развитии. На канале огромное количество роликов по электронике, два из них ты сейчас видишь на экране. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok